Максим Николаевич, на табло цифры достаточно грустные, но не повернется язык сказать, что счет по игре. Моментов было больше, мяч контролировали лучше, и провальное начало все решило. В чем причина сегодняшнего поражения и чего не хватило команде, чтобы свое преимущество игровое реализовать? Мы столкнулись с кадровыми проблемами, в первую очередь. Сегодня правый защитник основного состава сдавал экзамен. Центральный защитник феортистов у нас получил травмы, крестообразной связки, которой предстоит операция. И поэтому мы были сегодня вынуждены привлекать к игре ребят 98-го года рождения. Но к ним никаких претензий нет, в силу своих возможностей они проявили себя хорошо на поле. Ты правильно заметил, сказал, что начало провального игры, оно все предопределило. И плюс еще, наверное, спорный, надо смотреть. Первый гол, может быть, если бы его не было, мне показалось, что явно было вне игры. Это все сказалось. Ну а так по игре правильно, контролировали мяч хорошо, больше владели инициативой. Мы имели также, может быть, ну не равное, но на пару моментов больше мы имели. Но, к сожалению, это наш бич. Мы страдаем от этого, что не можем реализовать моменты свои у нас. Это вот больная тема. А так, в целом, я сказал ребятам спасибо за игру. Они все, что могли, все сделали. Сегодня, возможно, заключительная игра в футболке крыльев для Максима Полиенко прошла. Его это была инициатива сыграть за молодежь? И какое он получил задание, насколько довольны? Нет, он, да, это его желание. Я его очень хорошо знаю, его человеческие качества, потому что в этот свободный период времени он и попросился сыграть специально, потому что ему предстоит там куда-то ехать на просмотр, вроде бы в аренду. И он, чтобы не попусту тратить вот это все время свободное, он попросился сыграть. Ну, мы сами видели, что пытался, старался, как бы, ну, есть такой класс, что немножко не понимали и футболисты молодые, и его действия, потому что не знали, что можно бежать, он отдаст, как бы, в ноги. Поэтому он, как бы, был сегодня чуть-чуть не в своей тарелке. Ну, а так, что он вел всю игру в середине, был лидером на поле сегодня, там, и много на себя игры брал, там, и штрафных на нем заработано было много. Поэтому спасибо, он сегодня помог очень хорошо. Казалось, что в начале игры он как-то ближе к атаке действовал, и потом опустился уже тоже, наверное, или подсказали по собственной инициативе, чтобы больше ввязать игру в середине? Ну, это было, я же опять же говорю, вынужденно. На установке было сказано, чтобы больше искали его, потому что человек опытный, уже прошел определенную школу футбольную, имеет опыт. Но там, где он привык получать мячи, там, играя с более, там, мастеровитыми партнерами, там, получать, и когда он там этого не делал, в смысле, не приходили к нему мячи, то он был вынужден оттягиваться чуть ниже и получать мяч, и уже начинать атаки. Это не была установка, это он как бы сообразил, вот чем отличается класс футболиста, который перестроился и стал активнее участвовать в игре. Потому что, если бы он находился ближе чуть к атаке, то он бы мог даже не дождаться этих передач, потому что ребята в силу своего мастерства сейчас, они не готовы к этому. Вот очень жаркая погода, кому может быть сложнее в этой ситуации? Команде более опытной и более возрастной, которая может меньше двигаться, играть за счет каких-то других качеств, либо ребятам молодым, которые, вроде как, у них и сил больше, но и носиться они вынуждены больше? Ну, я перед этим сказал на установке, ребята, всегда сложнее играть той команде, которая без мяча, поэтому, если вы берете под контроль мяч, что не попытайтесь не терять их в простых ситуациях. То, что сегодня вот и показала команда, она больше контролировала мяч, изматывала, и вы сами увидели, что команда возрастная, и уже потом во втором тайме она просто подсела в оборону, ну, это может быть оправданно, они вели в счете 2-0, они сделали плотность в обороне и не пытались там что-то там выбегать в быстрые ответные атаки. Ну, во втором тайме наша команда не дала это им сделать, как бы надежнее сыграли в обороне, то, что в перерыве было сказано, что сыграть второй тайм на ноль, и как можно быстрее забить гол, и тогда бы игра, может быть, повернулась бы в нашу сторону. Но, к сожалению, опять же, были моменты, которые мы не использовали. Позади у футболистов, в том числе у многих ваших футболистов, короткий, но очень интенсивный селекционный сбор под молодежку. Почувствовали ли вы, что те ребята, которые в нем приняли участие, ну, как-то повзрослели, по-другому, может быть, стали относиться к процессу, после того, как потренировались тренерским штабом главной команды, все-таки для них это наверняка что-то очень особенное пока? Да, ну, как бы, у меня даже не было времени на это обратить, потому что они распустили команду буквально накануне перед игрой, поэтому у нас им дали два дня выходных, и до последнего времени, до вчерашнего дня там, потому что задавался вопрос, мог ли я задействовать игроков в играх, которые были на просмотре в молодежном составе, вот, только буквально вчера мне сказали, что могут они задействованы быть, вот, поэтому до этого времени я их в тренировочный процесс не включал, поэтому, как бы, определить мне это, что они как-то повзрослели, я даже не могу, вот, но я не думаю, что они там за четыре дня работы что-то могли там приобрести, потому что я видел в тренировке, там было так чисто направлено на подготовительный, как бы, период, то, что сейчас команда основная готовится, подготовительный, а эти ребята, они, как бы, уже в соревновательном периоде были, поэтому, вот, то, что там кого-то сейчас группу игроков отобрали, и в команду, ну, опять же, мы не знаем кого, потому что перед последней, на последней тренировке Франк сказал, что ребята там ждали звонка от селекционеров и скажут тогда, кто там, потому что какое-то количество там группы людей уже отобрали, но кого именно, пока никто ничего не знает, вот, вот это, что мы сейчас владеем, на данный момент, как бы, эти же ребята, которые, повторюсь, они будут готовиться с нами, у нас послезавтра еще одна игра с Нижним Новгородом, первенство, и потом 8-го числа у нас игра на кубок здесь с Оренбургом. На этот пока период времени ребята будут находиться у нас в команде, получать, ну, полноценный тренировочный процесс и плюс игровая практика. Вот еще один вопрос, обычно крыльца ЦПФ играли на третьем поле все время, вот сейчас ушли на второе поле, на натуральный газон, и причем так приятно смотреть, что хоть косой косеет траву, она плотная такая. Насколько повлияло это тоже на игру? Хорошо это? Имеет это значение? Ну, конечно, это имеет огромное значение. На травяном поле всегда играть лучше, это и меньше, меньше травматизм, естественно, вот. Вот, ну, вот эти переходы, как бы, они немножко так сказываются, наверное, потому что мы постоянно тренируемся на искусственном поле, единственное, когда мы играем дома, у нас предыгровая, только тренировка проходит на этом поле и игры. Вот, ну, я говорю, что, повторюсь, что любой футболист скажет, что на траве играть приятнее, чем на синтетике, потому что в такую жару, когда синтетика нагревается, то там, конечно, очень сложно играть. Спасибо.